Здравствуйте, уважаемые телезрители! На Юргане снова неполитическая кухня. Это значит, что сегодня новый рецепт, новые вкусовые ощущения и приятное общение, естественно, тоже. А общаться мы сегодня будем с депутатом Госсовета Республики Коми Вячеславом Шулебовым. Вячеслав Иванович, здравствуйте! Добрый день! Что мы будем сегодня готовить? Мы будем готовить плов. Так, плов какой-то особенный будет? Ну, по-узбекски или как? Плов, вообще, говоря о разновидностях достаточно много его, но мы будем готовить ферганский плов. Я его научился готовить во время учебы в Ленинградской высшей партийной школе. У нас в группе было несколько узбеков, но вообще это как бы национальное блюдо узбекское считается. Хотя я слышал такую легенду, что плов изобрел Чингисхан, когда собирался завоевать весь мир. Проблема, чем кормить армию. И вот он, посоветовавшись своими советниками, мудрецами, пришли к выводу, что лучше всего рис и мясо. Ну и плюс, какие овощи-то. Вот они этими пловом и кормили свою армию. Раз в сутки получал, кажется, солдат порцию и растягивал ее. Вообще, это хорошее, очень питательное, вкусное блюдо. У нас в семье его очень любят. То есть, вы периодически готовите? Да, регулярно готовим. Так, прошу, занимайте центральное место. Сегодня вы наш шеф-повар. А что я могу делать? Что мы будем делать? Начинать нужно с риса. Значит, рис обычно перебирается, чтобы не было камешков. Потом его моют и замачивают. Первое дело, его нужно замочить. Пока мы готовим все остальное, рис намокнет и можно будет бореть его. Так, сколько раз его промываем? Раза три, как минимум. Воду нужно сменить, чтобы... Ну, пока они светлые были. Хорошо. У нас, я смотрю, ингредиентов сегодня немного. Вообще. Да, тут самое главное, их быстро подготовить и поставить вариться. Вот, потому что это время занимает... Готовка плова достаточно много. Вот, поэтому надо жарко, крепко, крепкого жара плиту. Вот, и быстро все приготовить. Сейчас можно потихоньку пристепим. Так, заливаю сколько? Вот так вот залить? Да. Нормально, да? Он, как узбеки говорят, воду выпьет. Рис-то он такой, он может. Так, морковку надо резать соломкой, да? Да, соломкой. Мясо вот мы взяли говядину. Говядина. Это изначально в Ресапсе тоже говядина, да? Говядина. Ну, можно и баранину использовать. Вот узбеки свинину не едят. Не едят, они мусульмане. Поэтому чисто говядина. Кстати, я хочу выразить огромную благодарность крестьянско-фермерского хозяйства Федора Вайдара Витальевича, который предоставил нам эту замечательную телячью вырезку. Нашли мы, кстати, вот через портал комиферма.ру. И вы, уважаемый зритель, если вам что-то нужно из сельхозпродукции, нашей местной, вкусной, обращайтесь туда, найдете там контакты предпринимателей есть, наших фермеров. А лично вы вот что любите есть? Ну, у меня вкусы разнообразные. Я могу все, что угодно. Главное, чтобы было приготовлено вкусно. Обычно в семье у нас еда простая, но обычно, как говорят раньше в царской армии, говорили солдаты, щита, каша, пища наша. Но по праздникам, естественно, стараемся приготовить что-нибудь необычное. Тут мы вместе с женой готовим, так она обычно сама всегда. У вас в гости часто бывают дома? Ну, не скажу, чтобы очень часто, но дети, внуки регулярно навещают. А в суде, сколько у вас детей? У меня две дочери, внуков, два внука и одна внучка. Большая семья, большая. Ну, внуки уже достаточно взрослые, внучка, я, правда, 6 лет, а старший внук уже учится в институте в Москве. Когда вы вступили в коммунистическую партию, какие у вас были на тот момент, скажем так, чувства, эмоции какие-то, желания, может быть, что-то сделать? Я вступил в КПСС в 1970 году, когда учился в Великостюгском речном училище. Там у меня брат был старший, там же работал. Когда мне предложили вступить, я с ним посоветовался. Он сказал, партия – это сила, которая много решает, которая на правильном пути. И я вступил с тех пор, в общем-то, я не порывал с партии никогда. Работал с трём парткома, учился в ВПШ, закончил. Некоторое время поработал даже в Куратовском райкоме, но его к тому времени уже закрыли. Это был, были 90-й год. А в высшей партийной школе вы сколько учились? Два года. Два года там, да? Да, это на дневном, годичном отделении. С высшим образованием там учился два года, а без высшего – четыре. Вы, я насколько знаю, несколько лет, может быть, много лет работали на реке? Да. Вообще, я по образованию и по основной профессии – я речник. Я прошёл от рулевого до начальника речного порта. Был капитаном буксирного теплохода, плоты водил по Вычигде и по Двине. Вот. Это была очень интересная и сложная работа. Тогда жизнь кипела на реке, не то что сегодня. Мы водили плоты до самого Архангельска. Вот. Мы за навигацию выводили весной – миллион кубометров в сверхнем речке, и летний из плотки – миллион кубометров. Объёмы глянские. Сейчас гораздо меньше. Да. Республика заготавливала тогда порядка 26 миллионов кубометров в год, а сегодня только 5-6. Так что разница, видите, такая. Невозможно было такие объёмы вывести на автомобильный транспорт. Естественно, естественно. Вот. Река работала очень напряжённо. Но дело в том, что флот должен работать. Согласен. Стоит в жатоне, то рано или поздно он просто начинает тонуть. За ним надо наблюдать, контролировать. Вот. Поэтому пришлось... Хотя и на Печоре сейчас тоже объёмы уже упали. Но там, по крайней мере, ещё сохраняется... Ну, там нет таких автомобильных дорог, как у нас, поэтому ещё речной флот, он играет какую-то роль. Наши капитаны даже на Ренмаре работали в море, ходили и до сих пор там нанимаемся, ходят, да. Река ведь могла бы жить и дальше, потому что мельчает, наверное. Во всём мире речные перевозки развиваются. Вот. Только у нас... Только у нас, да? Мы идём своим путём, как обычно. Нет. Ну, там, видите, там и остальные отрасли развиваются. А у нас... Скажите мне, сколько предприятий осталось в Сыктывкаре? На пальцах можно сосчитать. Ведь раньше это был промышленный город. А сегодня мы друг друга оказываем услуги. Сегодня это торговый город. Услуги. Город чиновников, город банкиров, ресторанов. Столица. Город охранников, частных охранных предприятий и по количеству их уже больше, чем с самой полиции. Ну и так далее. Можно уже новую полицию создавать. А у нас что? Ну и ЛПК сохранилось. Но оно уже и не нам и принадлежит, к сожалению, это предприятие. Кстати, вот Геннадий Андреевич Зюганов, насколько я знаю, регулярно выступает за национализацию природных ресурсов. Так это программа партии у нас. Национализировать основные стратегические отрасли производства. Это транспорт, энергетику, топливно-энергетические комплексы. Это наша программа, потому что без этого нам просто не выжить в нашей стране. И вот в этом вопросе уж лично я тоже согласен с этим. Надеемся, что это... С этим многие согласны, но дело в том, что сегодня у нас власть принадлежит как раз тем крупным ольгаркам, которые все это успели прибрать с твоим рукам. Вот. Просто так они, естественно, ничего не дадут. Но мы боремся, и рано или поздно основная масса людей поймет и нас поддержит. Мы не с ремонтом, не сомневаемся. Из вот той речной жизни, что вам больше всего может быть помнится? Какое-то, может, яркое воспоминание? Ну, яркое для меня воспоминание, конечно, это строительство Карткировского моста. Я работал тогда уже капитаном-наставником. У меня группа была флота, закрепленная за которой я. И вот весной, как раз в момент, когда нужно выводить 115 плотов в Верховьях, а мост в такой стадии строительства, когда ферму они надвигали, мостостроители, были поставлены дополнительные опоры в пролете, и они сузили проход, буквально где-то метров 80 был, а плот шириной 60 метров и длиной 300-400 метров. Вот. Потом ведь он уже еще и гуляет. Да, гуляет. Вот это была сложность, когда пришлось вот эти все плоты проводить в таких сложных условиях. Ну, мы успешно справились с этим. Все проскочило все. Да, даже мне тогда грамоту от Кома дали за это дело. Вот. Из Москвы у нас был главный ревизор безопасности плавания, Лошевич Вячеслав Иванович, тезка моя. Он тут сидел, значит, и как бы контролировал, чтобы все было нормально. Вот. Потом в это время на Волге пассажирский теплоход врезался в мост и в тот пролет зашел. Ну, я ему сказал, что не тот мост карауливал. Здесь у нас люди надежно работают. Это у вас на Волге там бывают такие случаи. Вот. Вот так это было такое вот из плавательской практики. С удовольствием, с удовлетворением вспоминаю. И когда проезжаю по этому мосту, да, всегда у меня такая обычная. И я тут вложил свою частицу труда, хотя бы, ну, пусть не строил мост, но, по крайней мере, участвовал. Ситуация была такая, что если бы мы сбили хотя бы эту временную опору, она же конструкция легкая, могли, если плотно валился, то ее можно было, то при падении фермы, строительство моста было бы вообще полностью прекращено. То есть это был у нас страх и риск, может быть? Да, конечно. Были моменты, когда мы, ну, у нас, конечно, был мощный теплоход на подстраховке, и были лоцманы, два человека, которые конкретно сами садились за руль и проводили. Вот. Моя задача была общее руководство осуществлять. Вот. Ну, были моменты, когда мы проходили мост в полном тумане. Ну, вот, его и не видно было даже. Те времена, когда случаются выборы, партия КПРФ, она всегда берет довольно большой процент. И очень много молодых, кстати. Я, по крайней мере, знаю молодых людей, которые голосуют за КПРФ. Ну, да. Как вы думаете, вот с чем это связано все-таки? Ну, вообще говоря, пока еще у нас, скажем, вот в нашем региональном республиканском отделении, у нас пока еще основной, что ли костяк, это люди все-таки в возрасте. Вот. Но они уже уходят. И прием-то сегодня идет, только молодежь идет. Ну, молодежь, зрелый возраст, средний. Уже вот это вот, как бы, пополнение за счет бывших членов КПСС, как раньше было, они восстанавливались в партии, многие приходили. Это уже все, давно кончилось. К нам вступают только молодые люди. Есть, кстати, приходят. А как же. Вот, ну, за сентябрь. Дело в том, что у нас прием непростой. У нас, чтобы вступить в партию, нужно пройти определенный путь. Человек должен, во-первых, получить рекомендации двух членов партии. Должен пройти первичное, на собрании, в первичном отделении его должны принять. Затем это бюро уже местного отделения, скажем, городского, сотовкарского или другого, решает, то, утвердить или не утвердить. А потом, где-то у нас по 3-4 месяца, то и по году, заявление напишут, а к ним присматриваются. Угу, все серьезно. Поэтому у нас такого вала нет, что там за месяц 200-300 человек взяли, оформили, как некоторые партии, вот такие однодневки, которые появляются сейчас, вот как сыплются, как из мешка. Вот уже очень много зарегистрировалось. У нас этого нет, у нас именно серьезного. Ну, за сентябрь, скажем, мы приняли 10 человек в республике. Ну, и такая задача у нас с Центральным комитетом поставлена, что мы в год должны принимать, к примеру, не менее 10% от численности. Ну, мы... Задача выполняется. Да, конечно. Мы и переуполняем ее, бывает. Но не форсируем. Форсировать это... Дело в том, что иногда партийные организации подвергаются рейдерскому захвату именно таким образом. Даже такое случилось. Ну, представьте, пришли в первичное отделение, где там численно, скажем, 15-20 человек. Пришли, 10-15 человек, вступили, и все, считайте, это они уже там составляют, как бы, чуть ли не большинство. Поэтому иногда это, во всяком случае, в других регионах это применялось. Ну, естественно, сейчас мы уже обращаем внимание на то, чтобы такого не допускать. Я, кстати, смотрю, что у нас довольно много моркови. Это так и должно быть, да? Ну, пропорции здесь простые. Килограмм мяса, килограмм рису, килограмм моркови. Вообще, проще некуда. Ну, можно полкилограмма мяса, полкилограмма рису. Вот, это чисто пропорция. Ну, допустим, неопытный повар не ошибется просто все взять в одной доле и все. Давайте я хоть лук, что ли, порежу. А то вот всю морковь порезали. Режьте лук, мне надо мясо порезать сейчас. А, мясо нужно врезать. Да. Давайте тогда вы, давайте мы морковь куда-нибудь сейчас уберем. Да, надо ее ненадолго переложим сюда. Оп, вот так вот красиво порезали морковь. Теперь буду узнать, как резать соломкой. Немножко у нас... Как узбеки режут. Вот этот плов, он называется ферганский. Есть там еще и бухарский, и другие. Ну, вот. В каждом регионе свое. С этим товарищем, которым мы жили в этой комнате, он был из ферганы. Так, как скажите резать лук? Кольцами, полукольцами? Значит, поел полукольцами. Полукольцами, все. И потом пополадим. Все понятно. У нас такие луковицы сегодня, смотрите, видите. Да. О, пригородные вырастили такие. За что им огромное спасибо. Не только, кстати, лук, естественно, морковь тоже сегодня оттуда же. Я так понимаю, что в казане плов будет долго томиться, да, наверное? Ну, пока рис не созреет. Здесь все зависит. Ну, кстати, рис, он бывает разный, поэтому... Но мы взяли с вами краснодарский круглозернистый. Краснодарский, да, круглозернистый. Такой на ваш взгляд подходит, да? Да, это единственный, который... Лизозернистый, он рассыпается, вот он не годится для плова. На мой взгляд. Я смотрю, что тут у нас нет чеснока. Чеснок тоже можно. Это дело вкуса. То есть в ферганском плове позволителен чеснок? Позволительно, его просто целой чесночиной, не разбирая, ну, сверху только почистить грязное. И во время уже готовки риса его туда, в середку вставляют. А потом, вы есть любители, который этот вареный чеснок, потом едят вместе с пловом. Наверное, вкусно. Я его не очень, скажем, поэтому... Красивая телячья вырезка, что, мне кажется, можно было бы даже в суровом виде съездить бы, наверное. Ну, попробуйте. Но не рекомендую. Да, я... Просто она так аппетитно выглядит. Умеет наши фермеры выращивать. Умеют. Надо им главное условие создавать нормальное. У нас, кстати, отчасти недавно с одной женщиной фермер, она говорит, что вроде бы помогает, государству помогает, но опять же не хватает чего. Государство помогает, они же субсидии дают, но эти субсидии, они недостаточны. По сравнению, скажем, с Европой, с Америкой, там гораздо больше дают, помощь оказывают. Ну, скажем, у нас вот в целом по Российке только у одного процента бюджета только идет на поддержку сельского хозяйства. А, скажем, в той же Белоруссии там 25, скажем. Вот в Европе до 35 процентов. В Америке примерно такие же вот цифры, понимаете? А у нас в Коми 2 процента. Вот мы когда бюджет 13-го года обсуждали, я в госсовете выступал за то, чтобы увеличить поддержку. Мне сказали, ну, у нас же больше, чем в России в два раза, у нас 2 процента. Ну, что такое 2 процента? Это же ерунда. Ну, для сельского хозяйства, да. Причем они выделяются только на модернизацию. Не на снижение цены, не на что, только на модернизацию. То есть приобретение оборудования какого-то. А в наших условиях сельское хозяйство нуждается в серьезной поддержке. Как видите, мы сегодня, такая у нас небольшая подборка у нас продуктов, но зато будет питательно. Будем надеяться, что это калорийное и питательное. Так, что делаем теперь? Сейчас делаем, пора казан греть. Вот это, да? Так, нет, вот рядышком поставьте сюда. Сейчас я посмотрю, там оно греет. Наливаем масло. Вот это где-то 100, наверное, был. Как говорил Высоцкий, граненый фужерочек. Вот, стакан масла просто, наверное, выливаем. Ну я обычно два стакана, но у меня поменьше, я немножко еще добавлю. Давайте, да, добавлю, я думаю, что. Местное, вкусное, полезное. Продукция от фермерских хозяйств на комиферма.ру Комиферма.ру у нас есть, что съесть. Я узнал, что у меня есть огромная семья. На полях пасут коров, в тундре есть олени. Куры зернышки клюют, а в трутах форели. Лучше комик края нет на свете краше. Поддержи его и ты, выбирая наше. Почувствуйте разницу. Центр снижения веса доктора Гаврилова. 261919. Звоните прямо сейчас. 3 ноября. Республиканская филармония. Концерт легендарного коллектива «Виа. Время. Союз». Приглашаем всех жителей республики на этот праздник. Что бы вы вернули из советского прошлого, может быть, в государственное устройство нынешнее наше? Вы знаете... Вот так вот и с общими такими чертами. Вы знаете, не все было хорошо и в том нашем периоде советском. Не все было хорошо, видимо, поэтому и не удержалась тогда власть. Но было очень много хорошего. Самое главное, конечно, было чувство товарищества. Человек чувствовал себя очень уверенно. То есть не задумывались о том, что будет завтра. Всегда знали, что любой человек, если он нормально ведет себя, если он работает, то все у него будет прекрасно. В конце концов, он и получит и квартиру, и пенсия будет у него нормально, и на работе его... Работой будет обеспечен. Вот. Ну, сегодня, к сожалению, каждый должен уже думать о себе сам. То есть стабильности не хватает. Да, стабильности. Ну, а что касается государственного устройства, то, конечно, советская власть называлась потому, что органы власти были советы. Вот. Сегодня тоже не вроде как называется советы, но это совсем другие советы. Ну, скажем, государственный совет, там 30 человек всего. А вот Верховный совет Коми СССР в 90-м году избранный. Я тогда был как раз депутатом Верховного совета. Это были первые демократические, да, скажем, выборы, свободные, без всякого контроля. И последние, как Сумуков. Первые и последние. Да, первые и последние. Потом уже контролировались другими силами. Вот. Там было 180 депутатов. Вот. И очень бурно проходили сессии, выступали, обсуждали. Все, большинство законов, принятых, разрабатывались именно депутатами Верховного совета. Ну, естественно, с участием специалистов исполнительной власти. Ну, а сегодня практически 90% проектов, законов идут из администрации главы республики. Ну, из министерств, которые готовят. Депутаты, ну, знакомятся, какие-то поправки, конечно, вносят, но в основном принимаются. Ну, то есть особого влияния, получается, депутатский корпус не может оказать? Конечно. Конечно, депутатский корпус имел гораздо большее влияние. Вот. А сегодня у нас исполнительная власть берет верх. Так, мы отправляем лук в казан, в разогретое масло, где-то грамм 300, да, мы туда налили? Да. Примерно 300 масла граммов. Так что рис у нас продолжает набирать воду, упиваться, так сказать. Лук нужно поджарить, пока приобретет золотистый свет. Ай, красота какая. Сейчас мы... Потом он... Лук потом практически растворится. Да. Его не видно будет. Где проходило ваше детство? Я родился в Кировской области. Там и проходило детство. А потом поступил в Великую Стюзьское речное училище после восьмого класса. А сюда поступил по распределению. По распределению это хорошая ведь была вещь, как вы думаете? Ну, конечно. Причем те, кто хорошо учился, выбирали первыми, такая была заведена традиция, в Великую Стюзьском речном училище. Но я здесь еще на практике поработал. В 69-м году рулевым мотористом навигацию работал. Поэтому у меня потом колебаний и сомнений, куда ехать не было. И мне здесь понравилось. Мы здесь своими друзьями приехали, работали. На родине бываете вы сюда? Да, конечно. У меня старший брат там живет. У меня семья у нас была большая. Семеро у нас было человек. Я седьмой. А вы что? Да. Поэтому братья, сестры. Правда, все сейчас разъехались. Кто на Урале, кто в Кировской области. Один брат живет в Великом Устюге. Но мы регулярно встречаемся. Тут не часто, конечно. Вы встречаетесь, да? Да, конечно. Это хорошо. Это вот ваш личный казан, в котором вы готовите плов, да? Да, это заслуженный казан. Он уже побывал на многих походах. Это я к записи его очистил. Так он вообще весь компотик был. Не смогли. А вы ходите в походы? Да, я люблю ходить в походы. И в основном отпуск свой провожу на Вычигде. Да вы что? Конечно. Вот в этом году мы... Два раза я был в таких походах со своим товарищем Бельсовским Вельтером Борисовичем. Мы спускались по речке Черебичеводская называется. Это там в Искуломском районе, в самом-самых верховьях Вычигде. Она впадает в Вычигде. Порядка 150 километров мы прошли. На лодках? На лодке, да. На лодке. Вот. Там очень красивая речка. Перекаты, каменистые пороги. Чистая она. Там веслами надо было успевать только грести. На перекатах летит просто лодка. Ну, так удачно пришли. Нормально за 4 дня. То есть мы вдвоем, фактически? Вдвоем, да. Вдвоем вы начали? Вот. То есть вы поклонник отдыха на природе? Да, конечно. Рыбалка. Охота иногда. Ну, охота, так скажем, попутно с рыбалкой. В основном все-таки это рыбалка. То есть вы любите порыбачить, да? Ну, знаете, не то, что... Как в том анекдоте, процесс важен. Не то, что наловить там полную рыбу или что-то. Самое главное, вот, на природе поймали. На уху мы всегда поймаем. А больше нам и не надо. Домой привезем, чтобы показать, что мы были на рыбалке, а не где-то. Ну, лучше бы там местами уже такое поджарено. Да, можно уже мясо накладывать. Мясо отправляем, да? Ох, какое сочное. Хорошие мясы. Еще раз благодарим крестьянское фермерское хозяйство Федорова Айдара Витальевича. У него, кстати, не только, между прочим, говядина, но и свинина. И, в общем, вы зайдите на комиферма.ру и там все поймете сами. Зимой вы тоже на природу выбираете? Да, на зимний рыбал, обязательно. Ну, сейчас, правда, не так часто, потому что с этой работой политической выходные это практически... Времени не осталось. А выходные это практически заняты. Очень часто. Поэтому, ну, вырываемся, стараемся. Даже во время отпуска все равно приходится заниматься делами. Никуда от партийной работы не держите. Нет, это такая вещь, что тут надо полностью себя отдавать, или вообще ничего. Мясо уже у нас начинает обжариваться. На некоторых кусочках уже корочка появилась, румяная. На некоторых, вот. Сейчас можно будет закладывать уже... У нас, так я смотрю, жидкость выпалилась, да? Да, жидкость уже, вот она выпалилась. Уже кипит, вот она еще есть, конечно, но уже кипит масло везде. Вот она выпаляется. Сейчас будем закладывать морковку. Ну что, отправляем морковь в плов. Вот, так ее туда. Надо будет перемешивать, или мы как слой моркови оставим? Нет, обязательно перемешивать. И самое главное, чтобы морковь не пригорела. Считайте, что если она пригорит, то плов испорчен. В нашем случае это будет сложно, потому что стойка моркови мы... Ну, а там достаточно нескольким морковинкам подгореть, и все, уже вкус будет... То есть, надо, получается, постоянно мешать будет, да? Да. Вячеслав Иванович, пока вы мешаете морковь и все остальные ингредиенты, расскажите, пожалуйста, социальная база вот партии, кто это? Ну, вообще, коммунистическая партия – это партия рабочего класса. Вот, сейчас иногда модно говорят, что у нас вроде как и рабочего класса-то уже нет. То есть, сейчас что-то поменялось, потом бывает? У нас есть офисный планктон и так далее, там, как только не назовут. Вот, но статистика, она, я хочу прямо, сегодня в России около миллиона работодателей, на них работают 64 миллиона наемных работников. То есть, по сути, рабочий класс, он у нас остался? А вот, называть его рабочим классом, это будет, наверное, поспешно. Не каждый наемный работник осознает себя членом рабочего класса. Вы понимаете, какая ситуация? Мы анализируем, конечно, вот это вот положение, социальное положение в обществе. И вывод такой напрашивается, что ведь основной костяк сегодня наемных работников составляют те люди, которые еще при советах работали. А они воспитаны были совсем по-другому. Они верили в то, что власть всегда на их стороне. И всегда позаботиться о них. Перспектива там, работа, занятость, заплата вовремя, все. И они до сих пор еще такие иллюзии испытывают. А это уже немножко не так. Потому что частнику основная цель производства частного – это получение прибыли любой ценой. В том числе уменьшать заработную плату. И вот пока рабочий класс, наемные работники не поймут, что они должны бороться за нормальные условия труда, за зарплату и так далее, они не станут рабочим классом. Рабочий класс тогда, когда он осознал себя и борется уже осознанно. Это, значит, прежде всего профсоюзы. Профсоюзы сейчас слабые, мне кажется. Слабые. Почему? Потому что это не значит, что там руководители профсоюзов, они как бы вот такие вот предатели. Нет, просто сами пока еще наемные работники, пока еще их не толкают туда, куда надо. Возьмите, например, в Европе. Я всегда привожу пример, когда встречаюсь с людьми, с избирателями. Вот Саркази, президент бывшей Франции, на заре своей должности, он принял закон, предложил, который ущемлял права выпускников вузов. Ну, там по поводу приема на работу, увольнения и так далее. Это не важно, что там было. Но самое главное, что профсоюзы были против этого закона. 3 миллиона граждан Франции вышли на демонстрации и митинги. Понимаете? Защитили молодежь. Саркази вынужден был этот закон отменить. То есть там прислушиваться к общественному мнению. Да, это общественное мнение. Это вот правительство под контролем народа. У нас пока этого нет. Вот когда наши наемные работники осознают, а это вот как раз молодежь, которая приходит, они не помнят, что там было в советах. Они сегодня живут, они видят своего хозяина, и они говорят, ты плати нам зарплату. Вот они начинают более активно сегодня участвовать в этом процессе. И к нам приходят, и выступают. И, кстати, забастовки-то, в общем-то, по России ведь идут. Но сегодня в статистической отчетности они не показываются просто. Кстати, у нас в Сухтывкаре вот недавно состоялся суд, мировой суд, потом городской. Судили лидера профсоюзного из скорой помощи. Якобы обвиняли, что он организовал забастовку. Вот он вроде как ее и не организовывал, и забытовки-то не было. Но, видимо, для того, чтобы... Приструнить не надо. Приструнить. Вот его, штраф ему 2000 приписали. Воды сколько налить надо, скажите? Вот надо, чтобы это закрыто было, чтобы она поварилась. Вот так. Потом, когда мы рис положим, мы еще добавим водички. Сейчас он будет вариться. Мы добавляем кипяток сейчас, чтобы он закрыл вот... Быстрее. Лук, мясо, морковь, которые там уже тушатся у нас. Сейчас нужно посолить. На это количество я кладу обычно 4 чайных ложки. Вот сейчас пришла пора. Вот пряность... Это зра, да? Да, мы его туда положим. Вот так вот. Положим. Это как раз... От души так все подоли. Ну, это как раз порция. Пряность, если мало положить, толку нет. Много положить будет слишком. У нас, получается, здесь одна только зра, да? Да. Мы закладываем рис. Вот так аккуратно. Местная, вкусная, полезная. Продукция от фермерских хозяйств на комиферма.ру Комиферма.ру у нас есть, что съесть. Очень важно правильно налить воды. А сколько надо? Ну вот, на палец над рисом. Вячеслав Иванович, вы недавно стали председателем комиссии по ЖКХ в госсовете, да? Да. Поле деятельности, как вы можете обозначить оно? Наверное, огромное. Ну, прежде всего, реформа ЖКХ, она не совсем удачна, как бы, у нас прошла. И остановиться пока никак не можем. Все, идут изменения различные. Ну, а люди... Это касается непосредственно жизни людей. И очень много проблем. Особенно жалобы идут и на качество услуг, и на работу управляющих компаний. И на высокие тарифы, и неправильное применение тарифов. Ну вот, в госсовете, вот это, проанализировав эти все проблемы, пришли к выводу, что нужно создать комиссию. Специальную, которая, ну, будет вот эти вопросы конкретно рассматривать. Ну, тут надо учитывать, что это не комиссия исполнительной власти, это комиссия законодательного органа. То есть, прежде всего, конечно, комиссия будет рассматривать проекты законов, которые касаются вопросов ЖКХ. Предварительно рассматривать, прежде чем выносить на заседание госсовета. Очень много обращений, жалоб, заявлений поступает в госсовет. Также это будет функция комиссии. Но тут проблема еще в том, что все основные законы являются федеральными, они принимаются на федеральном уровне. И постановления правительства, которые регулируют отношения внутри жилищно-коммунального хозяйства, они тоже принимаются на федеральном уровне. Поэтому тут придется, видимо, и с инициативой выступать о внесении изменений в действующее федеральное законодательство. Это не так просто, это сложно. Так, салатик когда будем держать? Ну, можем вот сейчас как раз и приступить к салатику. Салат необычный, это вот как раз узбеки меня и научили его. Так, салат у нас будет состоять из лука и лимона. Из лука и лимона. Вот такой вот лук-лимоновый салат. Так, лук мы опять так же полукольцами, да, режем? Да, его надо очень тонко так нарезать. Нигде больше я его не встречал. Очень полезный салат, я так понимаю. Лук и лимон. Нет, ну вот тут видите какая ситуация. Плов это все-таки, ну как, ну каша весь у вас мясо. Ну, грубо говоря. Грубо если сказать, да. А вот такой салат, он немножко дает остроты. Кстати, по поводу и приправ, вот я хотел такую историю сказать. Я однажды у Юрия Мухина прочитал. Он написал однажды о совещании, которое проходило в Ставке Верховного Главнокомандующего время войны. Речь шла о красном питании бойцов Красной Армии и докладывал начальник тыла. Ну, вот он, естественно, доложил, что все в порядке, что все продукты обеспечены, солдаты полностью. Вот. Но был такой у Сталина помощник по фамилии Мехрис, известный личный человек тоже. А он сказал, нет, не полностью поставляется. Его спрашивают, а что конкретно? Он говорит, лавровый лист и уксус. Ну, там кое-кто засмеялся, что мы думаем, что там лавровый лист и уксус, солдаты и без этого могут обойтись. Вот. Но на самом-то деле, значит, это очень серьезная добавка к солдатскому рациону. Дело в том, что каша с мясом, если каждый день человек ест, она пресная, она потом просто перестает усваиваться организмом. Обязательно надо что-то такое, которое возбуждает аппетит. Это уксус и лавровый лист. Со времен еще царской армии был в рационе солдат и никогда от него не отказывались. Так что приправа играет очень большую роль. Кстати, вот и наша зра, которую мы добавили. Я первый раз, когда узбека спросил, что это такое, он мне начал объяснять, поскольку по-русски он не очень хорошо говорил, то он так сказал, ну, это вот такая вещь, чтобы вот ты ешь, и тебе все сильнее хотелось есть. Вот у нас есть половинка лимона, кстати, ее надо будет потом выжать туда, да, я так понимаю? Нет, мы его изрежем. А, вот так вот. Вот так. Интересно. И все, и больше ничего туда не надо. И ничего. Это самый простой салат, который я когда-либо видел. Ну и полезный есть. И горечи луковой не будет. Посмотрим. Посмотрим. Не посмотрим, а попробуем. Ну, да, я это и люблю. Главное, чтобы был острый нож. Ни соли, никаких других приправ сюда не надо. Необычный салат. Ну и, наверное, кроме как с пловом, ни с чем с другим. Да почему, пожалуйста, но пловом он гармонирует хорошо. Или может быть вы как раз с мясными блюдами другие можете. Можно, 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 хоть так. А между тем у нас рис уже выступил. О, да, да. Уже там. Сейчас мы. Вот, видите. Самое главное не перемешать подушку, на которой лежит рис. Да, вот видите. Морковно-луково-мясную. Аккуратно. Красота. Пожалуй, хватит. Чудесно. Просто витаминная смесь у нас такая получилась. Можно сказать. Все, готово. Ну, давайте. Давайте переходить к самому интересному процессу. Давайте, соляточки. Пожалуйста. Мы взяли такие небольшие. Вот. Ох. Друзья. Можно? Давайте снимать пробу. Так, вот. Таким образом. Салатик, да? Салатик вот так. Сверху, да? Так, мы руками, наверное, не будем есть, он горячий. Да. Но мы не узбеки. Мы не узбеки все-таки, да. Мы будем кушать ложками. Ну, давайте пробовать. Так. Кусь крошку, да? Сначала хочется понюхать, это просто прелесть какая-то. Нормально. Рис вообще классно получился. Так, надо вот с этой штучкой, как вы говорили. Горячий. Горячий. Легкая. Кисло-остринка. Кисло-остринка такая. Приятно вообще. Вячеслав Иванович, вообще, это просто супер. Главное, все просто. Ну, как говорят узбеки, надо душу вложить. Только и все. Ну, я думаю, что вы вложили душу, это точно. Я старался. Так, уважаемые телезрители, сегодня на нашей неполитической кухне шеф-поваром был Вячеслав Шулепов, депутат Государственного Совета Республики Коми. Он приготовил замечательный узбекский плов, ферганский плов. Ферганский. Вот. В том, что он вкусный, мы уже убедились, можете убедиться и вы, процесс его приготовления весьма прост. Так что вперед и только приятного вам аппетита. Спасибо вам большое. И вам спасибо. Желаю успеха вам и на политической поприще, и в жизни просто. Спасибо большое. До свидания, друзья. Всего хорошего. До встречи на неполитической кухне. Субтитры сделал DimaTorzok